В Барнаульской епархии архипастер помолился о прекращении дождя на Алтае. Напомним, в регионе из-за обильных осадков произошел резкий подъем уровня воды в реках. В день празднования Святой Троицы епископ Барнаульский Алтайский Сергий возглавил праздничное богослужение в Барнаульском Никольском храме. За богослужением Вадыка Сергий обратился с проповедью, в которой рассказал о главном церковном празднике этих дней. Этот праздник является днем рождения нашей православной церкви, ибо Святый Дух, который сошел на апостолов, почивает теперь через их преемников и подражателей на всем православном церковном собрании, на всех христианах от века до днесь и до самого скончания земного бытия. По окончании проповеди архипастер совершил молебен во время безведрия. Так в старину называли период проливных дождей и наводнений. На молебне присутствовали сотрудники главного управления МЧС по Алтайскому краю. Собравшиеся в храме люди во главе с архипастерем вознесли молитвы о неспослании милости Божией и прекращении затянувшихся дождей, приведших к наводнению на юге Сибири. И на наш край обрушилось такое бедствие, наводнение, которое бывает не то чтобы и редко, но и не часто, но в этом году оно как свидетельствует статистика, хроники все, и воспоминания людей, старожилов, такой уровень воды практически никто даже и не помнит. Начиная с 28 мая в связи с осадками, выпавшими на территории Алтайского края и Республики Алтай, в регионе сложилась крайне тяжелая паводковая обстановка. До сих пор остаются подтопленными полторы тысячи жилых домов, около двух тысяч приусадебных участков. Расселено по родственникам и в пункты временного размещения почти 1400 человек. Более 20 тысяч эвакуированы. Несколько человек погибли. Все это говорит, что грехи наши умножаются, а люди плохо идут к покаянию. Но сегодня, в этот день, мы помолимся еще сейчас о том, чтобы Господь утешил, умиротворил водную стихию в нашем крае. Молитвы последования в безведрии по своему содержанию очень близки тем, которые произносятся во время бездождя, потому что и безведрия угрожает нам тем же злом, что и засуха. В обоих случаях церковь врачует одинаково, внушением нам покаяния и молитвенным прошением к Богу. Исчезают бы в суете дни и наши, и оскудевает болезни и живот наш, но не до конца тлению, гладу же и потопу, и погибели при дожде нас. Не же да потопит нас буря водная, но во гневе милости помяни, и ту нещедрот твоих ради у милости вися.